Приветствую вас. Автор вопроса описывает свою проблематику таким образом, соответственно, что у него красивое лицо, но не очень красивое тело. И автор описывает свои комплексы по поводу этого, что ненавидит свою полноту. Всегда сравнивает себя с другими девушками. В данном случае речь идёт про девушек других. И, соответственно, говорит о том, что взяла за себя плотно, говорит о том, что основная масса ушла, но остались так называемые жировые ловушки, которые как бы не уходят. И автор очень сильно переживает из-за того, что с ней почти 40, она всю жизнь одевалась достаточно мягковатой, не так, как она хотела. И, как бы, молодость проходит. Да, она, получается, могла ей воспользоваться своей молодостью. Она ненавидит свое тело, не хочет и не может в нём находиться, спрашивает, что делать. Вы знаете, что я вам хочу сказать, анонимно. Вот. Вы вот спрашиваете, что делать, а что делать с чем? То есть, ну, вы для начала определитесь, вы чего хотите. Вы хотите как-то психологически адаптироваться к той реальности, в которой у вас есть, как бы, определенные дефекты тела. Потому что на удаление жировых ловушек, по моему опыту, дело не закончится. И если вы, там, сбегаете к хирургу, который вас искромчает, на этом дело тоже не закончится. Вот. Потому что критика к себе это психологическая история. Это не физиологическая история. Поэтому мой вопрос к вам, он будет, что делать с чем? С точки зрения психологии мы могли бы поднять вам самооценку. С точки зрения психологии мы могли бы вам помочь меньше обращать внимание на ваше тело. Вы могли бы сделать вашу жизнь, если вы хотите, такой, где ваше тело и то, как вы выглядите, не особо вообще важно будет. Потому что создается ощущение, что вам ваша жизнь за пределами того, какое у вас тело, а не интересно. Ну вот. И мы можем это сделать. Но если вы сами не хотите, как вы говорите, мириться с этим, ну что ж, вы можете попробовать продолжать со своим телом бороться. Я вот тут увидел, что вы в заполнении к своему вопросу написали, что вы мне как раз себя адекватно оценивают. У меня вызывают отношения толстые люди, напяливающие, обтягивающие вещи, чтобы все видели их смесающие жиры. И не плевать, как они выглядят, и что они думают о кружении, а что это не нормальная самооценка. Если у тебя нет хорошей фигуры, то можно же одеться на максимальный скрип недостатка. Они бывали у них на всеобщее обозрение. Смотрите. Здесь у вас есть определенное убеждение. Но оно вам вредит. Потому что с точки зрения самооценки и внутренней психологической свободы, эти люди очевидно чувствуют себя куда более лучше и комфортнее, чем вы. Эти люди не парятся по поводу того, есть лишний вес у них или нет. А обратно живут, наслаждаясь жизнью. И до тех пор, пока им комфортно в своем теле, они имеют право в нем как бы существовать. Я бы здесь задал вопрос. Почему у вас вызывает отвращение? Именно отвращение. То есть задумывались ли вы когда-нибудь о природе этого отвращения? И почему такая категоричность в вашем данном убеждении? Ну, а если допустить наоборот? То есть, понимаете, как бы вот... Вы говорите, что им плевать, что они думают окружающие. Разве это не свободе? Ну, не хочешь? Не смотри. А вам не плевать, что у вас думают окружающие. Вы всю жизнь провели, мягко говоря, не являясь собой. Понимаете? То есть, с точки зрения психологии, ваша позиция, ну, я бы сказал, как раз таки деструктивная. И если вы хотите, если вы хотя бы допускаете на миг, что она может быть неверной, я бы рекомендовал вам психотерапию. Вообще, аноним, какой помощи от психологов-то вы хотите? У меня возил такой шаг, что вы как будто бы доказываете нам, да, доказываете свою правоту. Вам как бы это, ну, не нужно. Зачем нам доказывать правоту? Вы смотрите на то, что идет на пользу вам. Вот. Ээээ, вы ведь взрослый человек, если вы считаете, что выходят из себя и скромсать. Ну что ж, никто приубежнать вас не будет. Но, повторюсь, проблематика и комплексы, связанные с внешностью, находятся в голове. Перфекционизм, стремление к идеальному, находится в голове. Но самое главное, как мне кажется, даже не это. Самое главное то, что у меня вот такое ощущение складывается, что вы как будто бы видите для себя единственный способ выделиться. как-то о себе заявить, так скажем, через тело. Ну, хочется вас спросить, а неужели кроме этого ничего больше нет? Это не значит, что вам нужно сразу отказываться от тех диет, которым вы следуете и так далее. Нет. Просто стараются ощущения, что как будто бы вот это единственное, что интересного есть в вашей жизни. Вот от чего грустно, вот от чего печально. И, быть может, задачей психолога было бы помочь вам поискать то, что вам интересно, помимо, чтобы ваша жизнь была наполнена не только борьбой со своим телом, с внешностью. В конце концов, почему вы считаете, что внешность и внешняя привлекательность решают всё? Отношения с людьми достигаются за счёт личности, за счёт глубины личности, за счёт содержания личности. Не слишком ли много вы уделяете внимание внешней истории? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь с вами с помощью, если хотите начать психотерапию.